Друзья мои хорошие, я всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, это канал Добро и сегодня у меня обзор на обновленную руль Хори свежего года, вот на картинках он так показан, но приходит абсолютно в такой же коробке, вот она у меня сейчас распаковано, чтобы не тратить на это время, ну что на салафане вся эта история лежит. Я все это распаковал, сейчас мы с вами потихонечку начнем смотреть этот руль и в принципе что я себе представляю, спасибо большое Хори за предоставление этого устройства на обзор. Ребят смотрите, ну начнем с того, что это педали, да, то есть педальный блок у Хори вот такой вот, это руль 270 градусов, он больше подойдет как бы для подарка ребенку, для каких-то таких вещей, то есть которые не серьезно занимаются сим-рейсингом и гоночными играми, потому что это руль бюджетного сегмента естественно и вы там полноценного форс фидбэк, который вырывает руки там с корнями, вы такого не увидите. Эта руль как раз пойдет поиграться в какие-то аркадные гоночки, прекрасно будет работать в PS4 и PS5, потому что имеет официальную лицензированную поддержку этих всех вещей, даже дорогие рули такое бывает не имеют, здесь как бы все это дело есть. Ну смотрите, педали, педали пластиковые, ход у педали небольшой, если мы говорим про тормоз, он очень маленький, газ будет побольше. Вот так это выглядит, вот эта планочка, сюда крепится, ребята, вот такая вот подставка, вот так вот, раз она, вот она, вот так сделана прям, оп, и все, и у вас будет вот так вот это все выглядит. Здесь снизу резина, резиновые такие вот вставочки, которые позволяют, как бы, чтобы у вас по полу не сказили педали, да, педальный блок. Подключение к компьютеру, не компьютеру, самому рулю в виде вот такого вот штекера. В принципе, больше здесь такого ничего, друзья, нету. Есть кабель-канал, есть кабель-канал, если вам неудобно выводить сюда, пожалуйста, вы можете в любой момент вывести сам кабель, это, кстати, очень круто. Я всегда, любитель, вот, всегда говорю, что это классно, когда есть кабель-канал, удобно укладывать, у тебя все это не цепляется, не заламывается при установке там и все остальное. В этом есть плюс. Вот такой педальный блок, простой, ничего сверхъестественного. Идем дальше, ребята, переходим плавно к самому рулю, то есть вся комплектация заключается вот в этом. Руль, ребята, вот так это выглядит, это обновленная система вся, пластиковые лепестки скоростей, не сильно шумные, легкие. Руль 270 градусов, 270 градусов, то есть если вот сейчас ровно, да, положу, то вот весь оборот сюда и весь оборот сюда. Переключения нету здесь, как это есть в других там рулях и также в хоре, по-моему, если не ошибаюсь, есть там 270-900 градусов. Здесь только 270. Есть режим верху переключения PS4, PS5, PC. Режим нормального, либо режим нормал, либо режим колеса, это все зависит от игры. И от поддержки. Ну вот как-то так, то есть ничего сверхъестественного. Здесь будет виброотдача. Виброотдача. Не будет здесь полноценного форсфидбэка, естественно, ребята. Здесь это будет работать как джойстик там на PS4. Когда вы будете ехать по граве, у вас будет руль дребезжать. Какого-то сопротивления там вряд ли будет, потому что все-таки руль нет тех, как бы, возможностей, если уж так сказать. Отлично подойдет на подарок ребенку на Новый год, допустим, да, там на день рождения. Если вы любите просто покататься без всяких там проблем, не интересуетесь сим-рейсингом, и вам вообще не нужна там вот эта вся отдача большая. Вполне себе, ребят. Ну, тут как бы сами выбирайте, да. То есть, вполне себе имеет место быть, а своего покупателя этот руль найдет. Вполне себе неплохой. Неплохой рулец. Вот. Так что вот так вот. Сзади подключение. Большой кабель USB длинный. Подключение педального блока. Снизу резина, опять же, чтобы это все дело крепить к столешнице, чтобы никуда это ничего не уезжало. Здесь вот этот центр. Есть вот эта штука, она же металлическая, закручивается, да. Ну и, соответственно, чтобы это все дело закрутить, есть вот эта вот история. Вот так вот ставится. Как это вам показать-то удобно? Потому что сейчас отсвечивает у меня лампа, не видно. Ну, то есть, сами понимаете, о чем речь, да. То есть, я это показывать не буду. Все и так, знаете, как подключать, как руль прикреплять к столешнице. То есть, ничего такого сверхъестественного здесь нет. Тоже резинка. Резина, чтобы никуда это все не съезжало, когда вы будете ездить. Ну, вот как-то так. Будем подключать, смотреть, что из себя представляет. И тестировать в играх ETS, там, CityCar. Сейчас посмотрим, что из себя... Что готов этот руль нам дать. Поехали. Так, друзья, хорошие мои, я его подключил, поставил. Все-все. Короче говоря, он работает. Он работает. И на примере CityCarDriving мы с вами сейчас чуть-чуть покатаем. И посмотрим, что из себя будет представлять это игровое устройство. Ребят, хочу отметить следующее. Что-то вау ожидать я никогда не ожидаю от подобных рулей. Это никакая, опять же, не антиреклама. Ничего, богу боже упаси. Но я должен сказать про это, так как я за честность. Ребят, сборка хорошая, поддержка консолей имеется. Все как бы хорошо. Но наличие хреново тучи вот этих вот кнопок, особенно ненужных. Вот посмотрите брошюру вот эту. И вы отсюда, может быть, не увидите. Вы посмотрите, сколько настроек здесь. Зажмите это 3 секунды, пока не загорится один индикатор. Потом нажмите вот этот, этот там тоже загорится. И это потом. И в итоге вы тут поперепутаете все кнопки. Я уже сейчас это сделал, ребята. Мне пришлось вот здесь вот сбрасывать все это на дефолт. Вот как бы... Должно быть все попроще как-то, наверное. В дорогих рулях все проще. Почему-то вот в этих рулях геморроя еще в этом плане по настройкам много. Вот. Ну, давайте смотреть, что из себя и как представляет. Смотрите. Настройка по управлению. У меня это руль. Он здесь никак не определяется. То есть, просто руль. Здесь стоит, значит, датчик. У меня этот переключатель в режим руля. Это у нас PC. И здесь есть DP, LS и RS. То есть, это режим исполнения крестовины вашей, в общем, как на джойстике. То есть, три режима. Так. Газ. Right Triget. Тормоз. Left Triget. Ну, допустим, влево. И вправо. Окейно. Вот, смотрите. Сейчас главное меню. Свободная какая-то машина. Сейчас, не знаю. И мы сейчас попробуем с вами поехать. Сразу хочу отметить. Да, опять же. Все эти рули, все эти игры, они все заточены под большой градус руля. Тут я уже, можно гадалки не ходить. И так будет понятно, что ездить будет достаточно тяжеловато. Это все привычно. Это все привыкните. Но человек, который ездит на 900 градусов, уже я не знаю сколько времени. Для меня подобные рули, это вот, вот, смотрите. Это тяжело. Вот, видите, я сейчас чуть-чуть вот так вот, смотрите. Оп. Оп, оп, оп. Ну, как бы, такова история, друзья. Тут, как бы, что. Так, это газ. Это тормоз. Включаю D и газ. То есть, видите, оно все это управляется. Я еду. Но я с ним борюсь. Я опять же борюсь. Все эти настройки. Тут, типа, есть мертвых зон. Я эти все настройки поперепробовал. Идеального управления я не добился. Я не добился. Немножечко руль поворачиваешь. Он вообще, глянь, смотри. То есть, это очень резко все. Это все очень резко. Какие бы настройки вы ни делали, сильно комфортно вам от этого не станет, ребята. Здесь, как бы, не то, что ты едешь вот так вот, а тебе по кайфу. Вот. Я, смотрите, я еду сейчас. Мне приходится вот так вот делать. Вот я виляю. Потому что я не могу его держать ровно. В педали нормальные. В педали проблем нет. Это я не настроил. Лепестки, да, на повороты, допустим. Но как-то мы едем. Вполне себе держать скорость он может. Вот. Но, конечно, по управляемости. Ну, вот сами видите, я поворачиваю. Как бы это не очень комфортно. Привыкнуть можно, но хрен его знает, ребят. Ну, как-то вот правда. Это что касается сети карт. То есть дальше какие-то обсуждения по этому вопросу. Ну, смысл, да. Можно сидеть долго-долго пытаться все это дело настраивать. И как-то здесь вот в управлении автомобилем можно попробовать как-то, я не знаю, там увеличить мертвую зону. Линейность там и так далее. Все это можно попытаться все это сделать. Но, опять же. Очень много надо сидеть и пытаться из него сделать идеальное управление. Ну, вот как-то так. ЕТС. Переходим в Евротраки. На нем, как бы, наверное, закончим. Потому что смысл, как бы, да. 270-то пойдет для игр каких-то типа Формулы-1. Если мы будем говорить про ЕТС, где нужно 900 градусов. Если мы будем говорить про City Car Drive, где нужно 900 градусов. Ребят, ну, будете бороться. Вот как-то так. Друзья мои хорошие. Евротрак Симулятор 2. Вот, смотрите. У меня режим стоит, опять же, руля. PC. Давайте сразу в настройки. Я загрузился. Смотрите. У нас появилось как? У нас есть клавиатура и контроллер Холи Рейсинг Хилл Апекс. Мы, допустим, его, если мы сейчас с вами его выбрали. Это у нас рулевое колесо. Чувствительности слишком много. Поставим вот так вот. Нелинейность нет. Автоматическая коробка. У нас, смотрите, нет ничего здесь, что является вибрацией. То есть, вибрации нет. Руль, он, видите, как определил. Смотрите, как это все вместе с двиганием стрелки можно позалипать, посидеть. Педаль газа есть. Педаль тормоза есть. Вот как-то это выглядит. Вот таким вот образом. Ну, допустим. Но я не думаю, что это будет прям что-то... Опять же, сверхъестественно. То есть, ожидайте. Ну-ка. Так, скорость. Поехали. Ну, как и в случае с сити-карт драйвингом. Да, если в режиме руля, то смотрите, как это все выглядит. Видите? Малейшее нажатие... Ну, это вообще... Это, конечно... Опять же, как мне, человеку с 900 градусов, который играет. Для меня это дико сейчас. Для меня это дико. Смотрите, ну, как бы это что? Это вот... Это разве езда? Это не езда. Это вообще ни разу не езда. Ну, допустим. Педали как бы... Педалями нормально. К педалям претензий нет. К рулю есть претензии. Если мы возьмем сейчас и выставим не рулевое колесо, а геймпад джойстик. Все по умолчанию здесь оставим. У нас до сих пор не активны вот эти виброрежимы. Потому что, скорее всего, нужно перевести его в другой режим экспут, наверное. Так, что мы имеем? А вот сейчас, друзья, мы имеем следующее. В другом режиме, если это геймпад джойстик, мы поворачиваем, понятно. Но руль будет вот так вот себя вести очень долго, задумываясь, пытаться вальяжно повернуть. Удобно. Сейчас стало намного удобнее управлять. Это по факту. Сейчас я еду. Сейчас я вот комфортно, в принципе, относительно могу ехать. Уже более-менее. Не виляя вот это вот, а как-то вот управлять уже нормально. Держать дорогу и поворачивать. Более-менее. Более-менее. Не скажу, что вау. Но уже играть можно. Уже играть, в принципе, можно. Смотрите, какая плавность появилась. В этом плане, да. Если мы сейчас чуть-чуть по настройкам еще побегаем. Да, это опять же зависит все от настроек. Если чувствительность руля побольше, допустим. Давайте на максимум сделаю. Как сейчас это будет, опять же. Ну-ка. Ру стал больше, сильнее поворачивать, да. И сейчас стало, кстати, ну, уже, уже, в принципе, поворотники уже работают. Да, здесь у меня поворотники на лепестках работают. Нет никаких претензий. Они все это здесь есть. Уже, уже рулится интересно. Вот здесь рулится интересно. Но приходится заниматься вот этими танцами с бубнами, с этими настройками. Авось работает. Авось не работает. А почему не работает? Вот. Но сейчас как-то уже бороться с ним можно, да. То есть вот я сейчас еду себе комфортно, практически без проблем. Таких проблем уже, как бы, можно управлять. Перестраиваться и аккуратненько. Здесь есть. Смотрите. Но если я сейчас переключусь в другой режим. У нас есть режим же еще X под геймпад. И здесь мы тоже выберем X под геймпад. А если это геймпад и рулевое колесо, допустим. У нас появилось общее усилие обратной связи. Теперь включена вот эта настроечка. Давайте на максимум сразу поставим. И появились вибрации от поверхности. Вибрации от ударов. Вибрация от столкновений. Ну, сейчас посмотрим, как это все будет. В режиме рулевого колеса, как вы видите, опять случилась жесть. Опять случилась жесть. Руль. Смотрите, какой достал. То есть это просто что-то с чем-то. Если все-таки джойстик, я возьму. Давайте джойстик. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он почему-то не вибрирует. Он не вибрирует никак. Никак не реагирует. Я не пойму почему, но он не реагирует на... Форс фидбэк. Он не хочет этого делать. Ну-ка. Ну, че мы не едем? Че мы не едем-то? Заводись. Он ехать не хочет, слушайте. Ехать он не хочет. Че ты не хочешь ехать? Ну, не поймем. Ну, поехали. У нас че-то руль отказал ехать почему-то. Сейчас посмотрим, почему отказал. А он как... В смысле? У нас руль отказал... Сбросил настройки вообще управления. Непонятно почему. Странно. Вот какие-то такие, да, вот моменты вот эти. Ну, неприятные. Вот я сейчас выезжаю. Ну. Вибрации нету никакой. Я не знаю, может быть, че-то здесь надо? Настройки мертвых зон. Настройка чувствительности. Настроить 7. Чувствительность руля можно сделать. Как это сделать? Зажать... Зажать ассист. Потом нажать на бут. Господи. Че? Что тут? Так, ассист. Подожди. Зажал ассист 3 секунды. Потом. На опции нажал. Чего? Ассист зажал. Опции зажал. Переключил вот сюда вот. ВЛС. И че там? Индикатором я могу увеличивать. Да? И что у нас получилось? И что у нас получилось? Я хрен узнаю, что у нас получилось. Не, вибрации нету. Потому что я говорю, ребята, это надо настраивать. Понимаете? Это надо как таблицу умножения выучивать. Понимаете? Это просто по-другому никак не сделаешь. Я серьезно говорю. Руль как бы имеет место быть. Ну нахрена столько настроек вот этих вот дурацких, а? Ну столько, блин. Вот нигде таких нету вот этих моментов, кроме вот здесь. Блин. Вибрации нету у меня сейчас никакой. Я не знаю, как настраиваться. Тут хреново туча всего. Того, чего вообще не надо здесь. Все вот эти переназначения и все остальное. По управляемся, ребята, сейчас играть можно. Сейчас играть можно. Ну, наверное, вот как-то так. Друзья мои хорошие. Подводя итоги по этому рулю, что я хочу сказать. Руль, в принципе, имеет место быть. Нормально. Сборка хорошая. Хороший пластик. Поддержка консолей. Но есть достаточно большое количество минусов. И минус заключается в том, что... Во-первых, что вы ожидаете от руля? Если беспроблемно кататься с хорошей отдачей, со всеми делами, это рули другие. Если на подарок и так чисто чуть-чуть погонять на чем-то, можно, в принципе, приобрести его. Я говорю, найдет своего покупателя, естественно, этот руль. Имеет центр зоны, пластик, поддержка PlayStation 5, PlayStation 4. Куча переключений в режим джойстика, в режим руля. Но есть большой минус. Это вот эти настройки, ребята. Вот чтобы что-то здесь сделать, настройки каких-то... Настроить мертвую зону. Нужно зажать это 3 секунды, пока индикатор загорится. Потом нажать на эту кнопочку. Потом переключить вот здесь вот. Потом крестовинкой вверх или вниз. Потом принять. И вот это по каждому пункту, понимаете? По каждому пункту. Это хорошо, это нехорошо. Это ни разу нехорошо. Ну, что есть, то есть. А так, ребята, руль найдет свой покупатель. Спасибо, Холли, за представление. Я абсолютно честно про него говорю. Как есть. Ну, наверное, вот как-то так. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому устройству. С вами был Дима, канал Доброед. Увидимся. С вами был Дима, канал Дима, канал Дима, канал Дима, канал Дима. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...